Привет, друзья! С вами Михаил Маркелов. Вы смотрите «Преступление и наказание». Вы думаете, что летом все тихо, криминальные элементы в отпуске и силовые структуры считают ворон? Вовсе нет, все трудятся в поте лица. Вот, например, как прокуратура работает. Прокуратура Сарова проверила соблюдение законодательства о внимания социальной защите инвалидов детскими садами. Установлено, что четыре дошкольных учреждения не обеспечили доступность своих официальных сайтов для инвалидов по зрению. Тремя учреждениями не созданы альтернативные версии для слабовидящих. У одного учреждения текущая версия не соответствовала требованиям ГОСТа. В адрес муниципальных дошкольных образовательных учреждений прокуратурой внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Так вот, немножко чиновничьего языка. Ну, вот так вот, все серьезно, мелочь же скажете вы, но в нашем деле мелочей не бывает, возразят вам из прокуратуры. И, пожалуй, будут правы, какая-то логика все же есть. Законодательство надо соблюдать и требования. Вот сотрудники Росгвардии тоже продолжают летом работать. Не пустили без пропуска товарища. Ранее судимый гражданин пытался прорваться в Саров без пропуска, но ничего не вышло. Ночью на одном из участков периметра контролируемой зоны военнослужащий Миросгвардии был обнаружен и задержан нарушитель, пытавшийся тайно проникнуть через ограждение и попасть в город. В ходе проверки выяснилось, что мужчина 1880 года рождения ранее был судим и это помешало ему законно получить пропуск. В отношении него составлен протокол об административке и задержанный передан сотрудникам полиции. Имеется фото настоящее, оно немного, конечно, постановочное, но герои те самые. Вот полиция работает, причем быстро работает. В среду в 8 вечера родители 8-летнего мальчика забили тревогу. Парень в пятом часу ушел из дома гулять, ну или купаться. Где он находится сейчас, неизвестно. Телефон не отвечает, друзья не знают. Ну, в общем, неизвестно. Полиция тут же на просьбу встревоженных родителей откликнулась. Был объявлен розыск, подключились волонтеры, добровольцы, ну, в общем, все и моментально. В 9 часов вечера стало известно, что парня нашли, он гулял под делом торгового центра Атом. Ну, в общем, все выдохнули с облегчением. Родители парня благодарят полицию за моментальное реагирование и горожан, которые помогали с поисками. И если вы думаете, что родители зря беспокоились, ничего такого, мальчик просто гулял, то я вам возражу. Напомню, в 8 лет ушел гулять или купаться. А если бы он не в отделах торгового центра заблудился, а, скажем, в лесу или куда-нибудь по пути на протяжку. Ну, в общем, родители-то молодцы. А последние истории отры берет, потому что она взята как будто из сериалов или детективов. Ну, потому что такого в реальной жизни просто не может быть. Но, однако, факт. В полицию Сарова пришел гражданин и рассказал, что с банковского счета его пожилой матери и пропали 2,4 миллиона рублей. В прошлом году пенсионерка потеряла паспорт и, похоже, что документ кто-то нашел и через трюк с переодеванием сумел убедить сотрудников банка и снять деньги. Теперь во всех деталях этой детективной истории будут разбираться сотрудники полиции. Кто, во что переодевался, в каком отделении банка снимались деньги, и когда эти самые деньги снимались. Интересно, все-таки на этого переодевателя было бы посмотреть. Надеюсь, найдут. Так что, друзья, как видите, даже летом всем силовым структурам есть чем заняться. Так что ведите себя хорошо, за вами очень внимательно смотрят. Не становитесь героями рубрики «Преступление и наказание». Увидимся через неделю.